Володь, тебя обманули на 1 апреля? День дурака. А ты кого-то пошутил? Занят был. Много его было всяких. Так, день добрый. Приехали к Владимиру Левченко. Один из наших постоянных спикеров. Всех интересует, когда будет 1 доллар по 140. Пользуемся случаем. Приглашаю зрителя моего канала Верников 100 инвестирования на батл Левченко и Шишкин, который состоится, дай бог памяти, 22 мая. Ссылочка в описании. На московской бирже. Вход бесплатен. И послезавтра, то есть четверг, будет интересное мероприятие Сергеем Григоряновым, управляющим. На московской бирже. Я там буду. Встретимся. Тоже, мне кажется, стоит пойти. Интересных людей можно видеть на моем канале. Вот, скажем, Сергей Салтыков. Я его часто снимаю. Вы знаете, Сергей Салтыков сейчас занимает четвертое место в рейтинге управляющих московской бирже. Вот так. Владимир, день добрый. Да, доброго дня. У меня очень жесткий формат. Жесткий канал, Верников 100 инвестирования ты знаешь, да. И такие жесткие вопросы. Да. Коган. Все серьезно, брутально. Да. Коган сейчас, наш знакомый, пишет в Твиттере о том, что может пробить нефть 70 и будет высокая турбулентность в рубле. Ты согласен? Я согласен. И стоит ли, не потерял ли актуальность твой прогноз по 140? Нет, абсолютно. Причем сейчас он наиболее вероятен. Мы все знаем, что происходит в нашей экономике. Видим, собственно говоря, насколько увы, к сожалению, дальше падает эффективность. Видим резкое, причем именно резкое и обвальное падение экспорта из нашей страны. Соответственно, при таком падении экспорта торговый баланс уже стремится к нулевой отметке, профицит торгового баланса. И в любой момент, когда мы увидим, что горячий капитал, который сейчас бежит на развивающейся рынке, он развернется. Почему он развернется? Тоже в двух словах можно объяснить. Сразу будет понятно, что будет происходить дальше с рублем. То есть рубль как раз четко уперся в нижнюю границу своего канала. А верхняя граница этого канала сейчас находится где-то около отметки даже 150. Поэтому, примерно такая история. Но это с одной стороны. А резкое движение против рубля начнется при закреплении выше 72 за доллар. Все остальное – это просто какая-то такая флуктуация и боковое движение на текущий момент. Почему будет отток из развивающихся рынков? Здесь, в общем, все просто. Идея покупки развивающихся рынков не выдерживает никакой критики по нескольким, собственно говоря, моментом. Момент первый. В текущем году начинается резкий рост объемов, которые нужно рефинансировать развивающимся рынком именно на долговом рынке. Причем подобного долгового навеса, как в абсолютном выражении, понятно, что никогда не было. Но и в относительном выражении по отношению к размеру экономик и компаний, которым нужно рефинансировать этот долг, тоже не было никогда. И этот процесс, вот эти объемы заимствований, с которыми будут выходить на рынки и суверенные эмитенты и, соответственно, компании, он будет расти по экспоненте с текущего времени аж до конца 2021 года. Поэтому вот что будут делать ребята с Уолл-стрит? Они что, такие идиоты, что будут покупать что-то там сейчас, когда знаешь, что завтра предложение будет больше, послезавтра еще больше, через неделю еще больше. И так в течение нескольких лет подряд. Ну, надо быть полным, даже не идиотом, а дегенератом, чтобы купить это сейчас. Вот это вопрос первый. Второй момент. Мы видим, что, вот тут, собственно, о чем я говорил, да, что вот это из-за окончания глобализации у нас заканчивается, с одной стороны, та модель роста глобальной экономики, которая, собственно говоря, началась с английской промышленной революции, да, то есть еще 250 лет назад, там, в середине 18 века, которая именно, собственно, да, и на глобализации базировалась. И следующий момент, это уже другая история, закат вот этой вот модели британовской системы, при которой Америка экспортирует свой капитал, свои технологии, то есть распределяет свое благосостояние по всему миру, эта история тоже уже не актуальна. Соответственно, экспортное развитие становится не актуально, потому что, ну, оно просто невозможно по причине окончания земного шарика, да, то есть, ну, дальше никуда больше экспортировать. И экспортные экономики попадают под самый большой удар, что, собственно, мы уже видим по данным по Европе, по Южной Корее, сейчас, да, вот буквально, да, пришли сегодня данные южнокорейские, которые показали, что Южная Корея тоже скатывается в дефляцию, и такого ареста, такой, таких дефляционных данных по южнокорейской экономике не было внимания с 98-го года, как раз с того и самого южнокорейского кризиса, да, на вот, который, там, включился в 97-м году и накрыл, затем и нас в 98-м, на после. Так что, и при этом, мы же все знаем, да, кто является основным потребителем, да, вот продукции, которую, там, поставляет Евросоюз, опять же, Южная Корея, Япония, ну, собственно, все экспортные экономики, Тайвань, основным потребителем являются развивающиеся рынки. В этом уроке, когда мне пытаются рассказать сказки, да, что, если, там, да, вот, Германия, которая работает на экспорт, это 50% ВВП Германии экспорт, и в те страны, в которые она поставляет свои товары, если в Германии все просто отвратительно, да, и там редкостное сжатие происходит, то в развивающихся рынках, которые у нее не могут купить эти товары, там все хорошо, это, извините, бред. Ну, вот так вот, напрямую. Соответственно, вот эта вот эйфория относительно развивающихся рынков, которая была вызвана тем, что печатный станок просто перевернул, да, с ног на голову само понятие риска и на финансовом рынке, эта история очень быстро закончится, особенно учитывая то поведение мирового долгового рынка, которое однозначно говорит о том, что мы входим в рецессию, причем уже, скорее всего, в этом году. Ты частенько в передачах говоришь о том, что банки имеют рекордные позиции против доллара. Мой слушатель спрашивает, а где вот простым СМЕРДом посмотреть такие данные? Сайт Центрального банка, то есть это по материалам, там надо, конечно, порыться, покопаться. Банки где-то около триллиона рублей, позиция в целом по течной банковской системе, это шорт по валюте. И держать не тянут, они ее уже год. То есть, по-моему, с марта, что ли, прошлого года или даже с февраля, вот эта позиция не тащит, упорно причем тащит. Ну, это, возможно, какой-то противовес против даваливаться рубля? Нет, как напротив, если рубль будет снижаться, они потеряют огромные деньги. Да. То есть, в принципе, смотри, когда курс был порядка 56, да, сейчас курс там 65. Соответственно, мы получаем порядка 17 процентов. Вот за это время они получили там, допустим, на УФЗ порядка там 7 процентов дохода, плюс порядка 3 процентов минус по валюте, да, можно было за это время получить. То есть, они минус на 13 процентов, минус триллион, вот 130 миллиардов рублей в целом банковская система, ну, так грубо, да, на коленке потеряла за это время на этой своей позиции. Может, я немножко неправильно вырвался, это все-таки противовес для тех людей, которые играют в пользу укрепления рубля. Это, вернее, не противовес, это поддержка плечо. Всегда приятно стоять рядом сильно. Ну, кто тебе сказал, что это сильный? Я не считаю. То есть, на текущий момент эта позиция дает огромный минус заметный. Не огромный, но заметный. Это первое. Второе. Если у банков есть такой шорт по валюте, значит, этот шорт обязательно будет закрыт. Это гарантирован. Напротив, это плюс для тех, кто играет против рубля. Ну, потому что в тот момент, когда банки начнут эту позицию закрывать, соответственно, рубль резко снизится, как мы понимаем. То есть, это триллион рублей выльется на валютный рынок. То есть, здесь же, как работает финансовый рынок? Актив не падает до тех пор, пока есть большой объем шорта в нем. Вот и все. То есть, вот как мы с турецкой лирой с тобой видели. То есть, лира медленно-медленно снижалась. Затем, как бы, Эрдоган, да, там, через центральный банк зажал, как говорится, там, лира сто и раз-два. Курс лиры, там, до тысячи процентов, до взлетал овернайт, вот, для держателей шорта по лире. Соответственно, все позиции, как ты понимаешь, при тысячном овернайте, были тут же принудительно закрыты. Лира локально укрепилась. После того, как были закрыты шорты, что случилось? Лира продолжила себя спокойно падать. Вот и все. И теперь будет падать дальше. Когда идет принудительное массовое закрытие шорта, все, все падает. А когда у тебя есть большой шорт, до тех пор, пока его не закроют, актив будет снижаться. Поэтому, это напротив, это данные, которые против рубля играют. Я здесь абсолютно не согласен. Я сказал, может, опять неправильно, просто приятнее стоять рядом с сильным. То есть, тебе в пропасть приятнее прыгать не одному, а рядом с кем-то большим сильным, даже если у него крыша падает. Ты всегда думаешь, что у него есть, как бы, влияние, ресурс. Мне приятнее принимать самостоятельные решения, вне зависимости от того, какие решения принимает и кто он сильный или слабый. То есть, мы приходим к тому, что эти данные абсолютно бесполезны? Они не совсем бесполезны. То есть, они говорят, это поддержка, эти данные, ну, как бы, и в среднем и долгосрочном перспективе играют против рубля. Вот, собственно, и все. Понятно. Как ты считаешь… Особенно, да, кстати, если мы добавим, особенно с учетом того, что позиция спекулянтов мировых, да, там, федж-фондов, в пользу рубля, так же, как у наших банков, да, она вот, по последним данным, обновила абсолютно исторический максимум. При этом, если смотреть, то позиции у четырех крупнейших, да, там, игроков, вот, у них ноль лонг в рубле и очень большой шорт. То есть, мораль, как бы, спекулянтов, как всегда, разделут. Вот и все. Понятно. Позиция по акциям. Последние четыре раза ты говорил, что акции покупать российские не надо. Не надо. Мы, собственно, видим боковое движение, которое продолжается, ничего, в общем-то, не происходит. Картина в индексе МВБ один в один с 2006 по 2008 год. Ну, может, прям не совсем один в один, но очень-очень близкая. Прям вот не верю я, что здесь что-то другое будет. Нефть тоже стянут за уши. В нефти сила тренда, внимание, на минимуме с 98 года. То есть, весь вот этот рост, да, он идет на падение силы тренда. Ну, то есть, это полностью ложное движение. Куда они его еще затянут, неизвестно. Более того, если мы наложим на это график природного газа, да, который на минимуме за два с половиной года сейчас. Ну, природного газа нереальный избыток. Ну, сколько еще будут вот этими манипуляциями, да, искусственным сокращением добычи, сколько смогут задирать сюда цену? Просто добьют мировую экономику, как в 98 году, да только и всего. Поэтому, ну, тут ничего у этих ребят не получится. Про закат солнца вручную мы уже видели. А те люди, которые чувствуют себя богами и считают, что могут манипулировать всем миром, мы знаем, чем и как они заканчивают. — А ты не рассмотришь вариант, что последнее сокращение поставок саудитов приведет к резкому росту нефти? — Он уже случился. Это уже все произошло. Я же только что объяснил. Давайте еще смотреть на графики, плюс ко всему, на цены на газ и так далее. — Это не резкий рост нефти, я говорю, резко. — Его не мог бы, будет обвал, то есть будет не падение. То есть нефти просто убьют табуретку из-под ног. Причем это может случиться, то есть все уже готово. Это в любой день начнется. Абсолютно в любой причем. — Понятно. И по поводу недвижимости в инвестиционных целях. Стоит ли покупать в России недвижимость? Это вопрос от Сергея Шишкина с инвестиционными целями. — Ну, не знаю. Я считаю, что нет. Потому что тенденции к росту уровня жизни населения нет. Мы видим, напротив, тенденции к росту закредитованности населения. Поэтому что похожее было, кстати, вот с 2011 по 2014 годы. Только сейчас уровень закредитованности выше. Если тогда еще хоть какое-то просачивание денежного потока от продажи ресурсов, оно было до рядовых граждан нашей страны, то начиная с 2014-2015 годов оно полностью практически прекратилось. То есть там остались совсем какие-то крохи. Соответственно, если нет рост тенденции к росту уровня жизни, то какая недвижимость? Если смотреть на стоимость недвижимости по отношению к ВВП на душу населения, мы на третьем месте в мире по дороговизне. То есть сама недвижимость. Так что по отношению к уровню жизни людей недвижимость у нас остается очень дорогой. Поэтому я здесь не вижу, к сожалению, точек роста. Понятно, что тем, кому нужна своя недвижимость по разным причинам и есть возможность ее купить, то можно покупать. Вопросов здесь нет. Но, опять же, для себя не как инвестиции. Я сделал акцент с инвестиционными ценами. Да, я же говорю, не как инвестиции. Станет ли Китай мировым лидером? Вопрос от Шишкина. Ну, что поднимать? Гегемоном нет никогда. Китайцы достаточно низко пассионарная нация, у них очень крайне низкий творческий потенциал. Они роботы. Я думаю, все мы были в Китае, еще в многих местах Азии. И мы видим, что они ведут себя исключительно как роботы. То есть они все одинаково. Они сами ходят строим. Их даже строить не надо. Они сами выстраиваются. То есть они ведут себя абсолютно одинаково. У них очень низкий творческий потенциал. Это мое мнение. Поэтому нет. Такая нация, государство не может быть лидером ни в технологиях, ни в культуре, ни в каких-то инновациях. Нет. Все-таки эти роботы пороха забрали? Это было очень давно. И что дальше? Что они сделали после этого? Ты веришь, что нефть может упасть на 2 до 20 долларов за баррель? Да, абсолютно. Ну там 20, не 20. Моя модель это порядка доллара 23 показывает. 23. Ну какая разница? Есть 15 процентов, извините. Это прилично. 23 показывает? Да. Ну там примерно 23. Вопрос опять от Шишкина. Можно ли спастись от кризиса в криптовалютах? Есть такая вероятность. Ну вот сегодня до биткоина летал выше 5000 долларов. Так резко взяли, переставили просто цену. Понятно, что это очень сильно манипулятивная история. Опрос, кто за кризис будет. То есть я считаю, что будет сначала дефляционная волна. Ну просто не бывает так, что после такой вот накачки, которую мы видели, которая все равно сейчас приводит к кризисным явлениям в мировой экономике, что после этого сразу без дефляционной волны, то есть безденежного и бескредитного сжатия, что сразу пойдет инфляционное обесценивание. Нет, я в это не верю абсолютно никоим образом. Тем более новых рынков нет. К чему приведет это дефляционное обесценивание? Зачем это делать? Что будет таким образом решать? Потому что у нас и так рекордные расслои. То есть, как говорят, инфляция – это налог на бедных. У нас так рекордное за всю историю расслоения между богатыми и средним классом. Рекордное. Если пойдет отсюда инфляционное обесценивание, то это расслоение начнет увеличиваться. Это приведет просто к повсеместным войнам, к повсеместным протестам. Тотальным сразу же. Они уже идут. Поэтому нужно уменьшить этот уровень расслоения. И только тогда возможно какое-то инфляционное обесценивание. И опять же, всегда высокий уровень инфляции происходил после смены элит. И являлся результатом отсутствия элит в обществе. Абсолютно всегда. Без исключений. Соответственно, смысл какой сейчас этим заниматься. То есть, после волны сжатия – один из сценариев таких возможен, правда. Ситуация на Украине каким-то образом может повлиять на ситуацию в России в плане экономики, разумеется? Ну, не знаю, если честно. Украинская экономика слишком маленькая. Взаимосвязь между нашими экономиками за последние годы еще уменьшилась. Поэтому влияние Украины на нашу страну очень низкое, на самом деле, с точки зрения экономики. Уж рядовой житель нашей страны этого точно не почувствует. Но они могут инициировать процессы дальнейшей санкции? Устраивать всякие фокусы в проливах Керченском? Ну, покажи мне, какие санкции за последнее время чувствительные были введены с подачи Украины. И ничего такого не было. Поэтому вряд ли. Реален ли сценарий, что мы увидим ослабление санкции? Ну, говорит своей, может быть, посмертно наградят. Когда-нибудь там, да, посмертно, но образно говоря. До этого очень далеко. Пока напротив, мы видим, что противостояние усиливается. Потому что история с Венесуэлой достаточно важная. И пока не понятно, почему… Это важнее, чем Украина, ты считаешь? На текущий момент, безусловно. На текущий момент, безусловно. Ну, потому что при уходе Мадуро, да, все вот эти попытки дальнейшего искусственного нефти, они тут же становятся абсолютно… они перестают быть рабочими. Потому как в Венесуэлу приходят современные американские технологии нефтяные. И в течение достаточно быстрого времени, там за год-другой из Венесуэлы просто польются совершенно нереальные объемы нефти. Которые обвалят цену на нефть. И, собственно, американцы, американские НПЗ заточенные как раз под эту сверхтяжелую Венесуэльскую нефть. Они начнут перерабатывать ее УСИДА. Свою сверхлегкую выведут на рынок. Это тут же уничтожит дисконт бренд, ну, WTAich Brand, а то и будет WTAich Brand. — Я помню, согласен на подсчету Менесуэлы просто. — Чётко-чётко. — Да, поэтому и это в любом случае случится. Поэтому идти поддерживать вот такого диктатора, который довел, извини меня, до абсолютной нищеты населения такой страны, понимаешь, ну, не знаю, я считаю, что… понятно, что эта позиция, она вызвана как раз страхом того и попыткой удержать цены на нефть. Естественно, она обречена на неудачу. То есть любая попытка что-то удержать, она обречена на неудачу. — Стратегически. А на маленьком промежутке времени, может быть… — На маленьком промежутке времени возможно вообще всё что угодно. — Ну, а это не важно. Это вообще не важно. Это важно только для мелких спекулянтов. То есть, ну, будет сейчас какой-нибудь спайк, такой прокол цены наверх на несколько долларов. Ну и что? Это не для мировой экономики не важно. Вообще не для кого. Но это важно только для мелких спекулянтов, которые сидят и смотрят в монитор. У меня такое даже и думать не на эту тему бессмысленно. — А что ты ожидаешь от переговоров? Хотя забыл спросить. Америки и Китая? Чем это всё кончится? — Ну, переговоры, похоже, каким-то успехом увенчаются. Как их будет соблюдать Китай, вопрос открыт. Здесь два фактора. То, что в MSCI, в этот индекс развивающихся рынков, вводят поэтапно, идет увеличение доли китайских компаний, совершенно очевидно, говорят о том, что китайцы пообещали идти на достаточно мощные уступки. Ну, потому что иначе бы подобных вещей точно не было сделано. Это говорит о том, что Китай из экспортера капитала, которым он был в течение многих десятилетий, становится импортером. Понятно, что заткнуть те дыры, которые есть в китайской экономике, невозможно. Ну, когда в течение 25 лет работает экономика в убыток, представляешь накопленный объем проблем. Это невозможно. То есть, если размер банковских активов в Китае, то есть валюта баланса банков, это мировой ВВП, это 80 триллионов долларов при экономике в 12,5 триллионов. То есть, это десятки триллионов долларов, которые учитываются на балансах, которых уже давно нет. Как там в старом фильме, да, это не мой зуб и даже не твой. Это вон его, а тут он даже не его. То есть, этого зуба уже давно нет, очень давно. Именно поэтому, то есть, что делал Китай? Классический вариант, когда быстрорастущая компания любого быстрорастущего бизнеса. То есть, можно работать себе в убыток до тех пор, пока ты растешь быстрее, чем процентная ставка на твой долг. Но все, поэтому они просто завоевывали рынки, демпингуя только и всего. Сейчас приехали, дальше расширяться некуда. Опять же, все, глобализация закончилась. Поэтому они становятся, теперь выходят на рынки капитала, становятся теперь импортером капитала. Где такого капитала в мире просто не существует. Да, масштабы понятны. Но хоть где-то его надо взять. Соответственно, где его можно взять? Вот есть, только кроме Евросоюза. То есть, янки, понятно, не полезут туда затыкать эти дыры. Они не сумасшедшие. Есть Евросоюз, тем более крупнейший торговый партнер Китая, Евросоюз. И вот Европу будут приносить в жертву. Будет идти отток капитала, в том числе и в Китай. А то, что там один пояс, один путь, народ думает, что Китай будет продолжать экспансию, нечем просто-напросто. Поэтому это все такая, на мой взгляд, иллюзия. Поэтому они будут высасывать теперь капитал. Соответственно, в условиях, когда печатать деньги дальше уже бессмысленно. Еще дополнительные, то есть, янки на себя капитал вытягивают, теперь еще китайцы на себя начинают вытягивать капитал. Вот, собственно, все очень просто, простой, понятный сценарий того, что будет дальше. Сменим тему. Ты на фондовом рынке уже лет 25? Да, кстати, ровно 25. 25. Кого ты считаешь наиболее толковыми экспертами, экономистами, кого слушать? Сейчас у многих каналы на ютубе, твиттеры. А вот кого читать, кого слушать сейчас? Меня. Тебя мы слушаем каждый месяц на канале Верников 100, также на радиостанция, также на РБК ТВ. А кого еще слушать? Вопрос сложный, на самом деле. Потому как все зависит от того, что человеку надо, понимаешь? Потому что люди же очень разные вещи. Но начинающий, начинающий Герчик, например, чтобы сказать, что в игре надо пахать или мотивировать как-то. Кто-то начинающих, примерно. Ну, начинающий где? На бирже. Кто приходит на бирже и хочет захватить на бирже, не надо вообще никого слушать. Это совершенно другая история. Активная операция. Если человек спекулянт, то нужно изучать основу технического анализа и набивать шишки самому. Все. Ничего здесь нет другого. А почему бы не прийти человеку, который сэкономит время и расскажет, что такое биржевой стакан? Да не расскажет он. Ну, расскажет хорошо. Ну, не, я не знаю. Я не занимаюсь мелкими спекуляциями. Поэтому этот вопрос не ко мне. То есть я могу какие-то... Есть у нас полезные люди, которые могут начинающих. И начинающие лучше сами вообще. Слушай, я все сам изучал. То есть понятно, у меня есть там базовое экономическое образование. Я там какое-то время работал в банках, да, хорошо знаю, как эта вся история работает, как работает там мировая экономика и прочее, и прочее. Но, опять же, для чего, понимаешь? Там можно Андрея Мовчина послушать, да, но он говорит, это не поможет в биржевой торговле. Точно так же, точно так же, как и мои, да, какие-то там рекомендации или какой-то мой глобальный взгляд, он тоже не поможет, да, вот именно в сиюминутной торговой. Это вот очень далеко. Он поможет в понимании глобальных вещей и в понимании этого далеко. И в понимании глобальных трендов, конечно. Да, давай мы... Саша своя, да, да, он в этом успешен, молодец. Сравнитесь, герчик, пурнов, к кому начинающим идти? Понять не имею. Я даже вообще не смотрю в эту сторону. По поводу экономистов, хорошо, мы сейчас те, кто не интересуются спекуляциями, те, кто просто хочет разобраться в текущей ситуации в экономике. Левченко, Мовчан. Мовчан можно, Максима Орловского можно послушать, да. Максим Орловский. Но насколько он мотивирован, чтобы вещать постоянно? Это уже вопрос в другую сторону. Кто еще интересен? Я бы вот с точки зрения макроэкономики Карен Рейнхард. Безусловно, нужно смотреть, читать. Потом, знаешь, мне нравится глобальный взгляд экспертов из Bank of America. Но то, что они выдают, как их подход к анализу, какого-то конкретного выдать я не могу сейчас человека. Ну а в целом, понимаешь, люди должны сами смотреть и выбирать. То есть и делать какие-то свои выводы на сами разбираться. Понимаешь? Потому что, например, вот смотри, мы с одной стороны видим динамику по американскому долговому рынку. И если мы ее просто возьмем немножко проанализируем самостоятельно, то увидим, что рецессия неизбежна в Соединенных Штатах. Понимаешь, как после этого интерпретировать слова госпожи Еллен о том, что это необязательно? Ну, наверное, необязательно, но нужно тогда сказать, что в истории это всегда было обязательно вообще-то. Если сейчас у нас мир не перевернулся, то это тоже случится, в общем-то. Поэтому вот примерно такой подход, понимаешь? Здесь кого слушать, ну, тоже вопрос открытый. Для торгов, безусловно, нужно слушать Марио Драги и Джерома Пауэлла, однозначно. Да и товарища Трампа тоже надо слушать. Тут совершенно однозначно. Но вопрос, как и какие выводы делать, это уже совершенно другая история. Ну и совершенно последний вопрос, просто окончательно финишный. Ты помнишь, что у тебя будет батл со Сергеем Шишкиным? Конечно. И ты готовишься, чтобы порвать его. Я всегда готов. Зачем рвать Сережу? С какой цели? Это не батл. Ну, смотри, у меня подход очень простой. Мне никому ничего доказывать не надо. И себе, прежде всего. Поэтому, если кто-то считает, что ему для того, чтобы чувствовать себя нормальным человеком, а не верблюдам, как в той поговорке, нужно обязательно что-то кого-то рвать где-то, понимаешь? Ну, вперед. То есть, человек свои психологические проблемы решит. Через батл это не решается, только усугубляет ситуацию. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok